Согласно нашей Конституции, конечно же, права человека являются наивысшей ценностью. Права граждан нарушаются в любой стране, какой бы она демократичной ни была. Поэтому, конечно же, в Кыргызстане есть моменты нарушения прав человека. Конечно же, для этого существует институт Омбудсмена в Кыргызстане, который призван защищать права и свободы граждан. И в этом направлении, конечно, мы ведем очень активную работу в рамках своего мандата, который у нас указан в Конституции и в законе об омбудсмене. Сотрудники института Омбудсмен оказывают разную помощь. Это сюда входит и правая консультация. Мы также принимаем, в первую очередь, звонки по горячей Лене-115. Еще раз хочу напомнить, что эти звонки совершенно бесплатны. Любой гражданин может позвонить и получить правовую консультацию, помощь. В какой государственные органы необходимо в первую очередь обратиться. Если эти жалобы касаются нашего мандата, конечно же, мы принимаем эти заявления сразу и приступаем к их рассмотрению. Мы оказываем всемирную помощь. Мы уполномочены, согласно закону об омбудсмене, писать письма высшим должностным лицам. Наверняка все об этом информированы, если мы выявляем какие-либо нарушения права и свободы человека. Кроме этого, института Омбудсмена, как всем тоже известно, мы каждый год выступаем в Дюрку Кенеши. ОККЧ выступает с ежегодным докладом о состоянии соблюдения прав и свободы человека в Кыргызстане. По результатам обсуждения данного доклада, в Дюрку Кенеши принимается постановление и вырабатываются рекомендации, которые направляются государственным органам. Но, как показывает статистика на сегодняшний день, из всех тех рекомендаций, которые даются ОККЧ-омбудсменам, лишь около 20% они исполняются государственными органами. И поэтому на сегодняшний день нам необходимо в первую очередь усилить наш мандат. И я вот говорю не впервые о том, что нам необходимо, конечно же, мы очень надеемся, что депутаты поддерживают проект нашего конституционного закона ОККЧ. И я также говорю о том, что в Конституции Кыргызстана ОККЧ входит в один из пяти государственных органов с особым статусом, деятельность которого должна регулироваться конституционным законом. Из этих пяти государственных органов только лишь деятельность омбудсмена не регулируется конституционным законом, она регулируется простым законом об омбудсмене. И, соответственно, на сегодняшний день мы видим несоответствие пробелы, какие-то коллизии в законодательстве, которые не позволяют нам в полной мере осуществлять защиту прав и свобод человека. К примеру, я вот, например, хотела бы рассказать вам о том, что до 2018 года воспрепятствование деятельности омбудсмена – это было уголовно наказуемым деянием. Точно так же в административном кодексе существовала административная ответственность за воспрепятствование сотрудникам института ОКЧ в мониторингах и так далее в деятельности сотрудников. С 2019 года каким-то образом в связи с разработкой новых законов эти нормы выпали и до сегодняшнего дня, конечно же, этих норм в наших законах не существует. Поэтому мы бы хотели бы, конечно же, в будущем эти нормы опять чтобы вошли в наши законы и какая-то ответственность, может быть, обязательность исполнения наших рекомендаций, чтобы оно присутствовало. В большей степени жалобы, конечно, на просьбу про мониторинг судебные процессы. Это говорит в первую очередь о том, что люди стремятся к тому, чтобы судебные процессы были в их понимании более справедливыми. Им хочется, конечно же, чтобы судьи не нарушали каких-либо норм. И сотрудники института, конечно, в конституции у нас также прописано, что судебные органы они независимы и никто не может вмешаться, вмешиваться в их деятельность. Но сотрудники института, которые посещают судебные процессы, конечно, они мониторят только лишь процессуальную часть судебных процессов. Но в настоящее время, опять же, возвращаясь к проекту нашего конституционного закона, хочется отметить, что у нас есть закон о нормативно-правовых актах. Там существует иерархия законов. Конечно же, по иерархии законов в первой стоит конституция, второй – конституционный закон, третью – кодексы и далее – законы. Соответственно, получается в настоящее время тот закон о бомбудсмене, на основании которого мы ведем свою деятельность, его некоторые нормы противоречат кодексам, тому же уголовно-процессуальному кодексу, согласно которому мы не имеем права посещать закрытые судебные процессы, даже при наличии согласия потерпевшей стороны. Эти коллизии, я думаю, что они будут устранены после принятия закона конституционного, после принятия конституционного закона о бомбудсмене. На втором месте, конечно же, жалобы на действия правоохранительных органов. Жалобы на действия… На третьем месте, я бы сказала, это уже социальные вопросы. Трудовые права нарушаются, кто-то не получает пособие, у кого-то проблемы с получением паспортов и так далее, там подобное. Нашему обществу пора изменить в целом свой взгляд на эту проблему. Конечно, нельзя замалчивать. Я, конечно, вот который раз призываю всех наших женщин не замалчивать о проблеме насилия, потому что мы только лишь общими усилиями сможем, я думаю, преодолеть эту проблему, которая существует не только в Кыргызстане. Сюда, конечно же, входит и равнодушие граждан в целом, я бы так сказала. Потому что, ну, к примеру, я тоже всегда рассказываю, что, например, мы живем почти все в многоэтажных домах, и все мы прекрасно осведомлены, где муж бьет жену и так далее и тому подобное, где неблагоприятные условия какие-то для роста ребенка. И я думаю, что эти моменты, конечно же, и нам видны, как соседи, но здесь, конечно же, должны отрабатывать и социальные работники, и участковые милиционеры, в том числе, в первую очередь. По каждому такому факту, который выходит в средствах массовой информации, особенно касательно насилия в отношении женщин, детей, это у нас институт в особом фокусе нашего института, конечно же, наши сотрудники выезжают, конечно же, они беседуют. Прямой вопрос не задавался, что заставил их пойти на такой шаг, но, конечно, это уголовно наказуемо, однозначно. Я не оправдываю девушек, но, тем не менее, нужно, я думаю, в том числе узнать, что подтолкнуло их к таким условиям, к таким действиям. Потому что все три факта, они касаются рожениц, которым от 18 до 20 лет. Тут моменты, может быть, опять необходимо возобновить, возобновить какого-то момента просвещения, полового воспитания. Может быть, нам необходимо ввести уроки. Вот в моем детстве, когда я в школе училась, к нам приходили, с нами беседовали, рассказывали, что такое ранняя беременность. Ну, элементарные вопросы предохранения. Я думаю, что мнение всех сторон необходимо учесть. Может быть, необходимо перечитать, пересмотреть какие-то моменты, нормы. Наверное, саму концепцию необходимо оставить, возможно, ее доработать. Кыргызстан правовое государство. И мы обязаны соблюдать и чтить все законы, которые существуют в Кыргызстане. Если девушки совершили уголовно наказуемое деяние, конечно, они должны ответить по закону. Но, конечно же, я опять повторюсь, необходимо понять, какие условия, возможно, подтолкнули к этим действиям. Опять же, в нашем семейном кодексе и папа, и мама должны одинаково отвечать за рождение детей и так далее. Ну, я не знаю, с учетом того, что институт омбудсмена не имеет права законодательной инициативы, может быть, где-то стоит рассмотреть вопрос ответственности отцов. Но в какой форме это, это, конечно, надо хорошо продумать. Каждый случай индивидуален. И там, если разобраться с каждым случаем и понять, какие обстоятельства, наверное, у всех, так сказать, под одну гребенку было бы неправильно. Потому что на сегодняшний день, насколько мы информированы, из трех брошенных детей, бабушки, дедушки двух изъявили желание оформить опекунство. Сказать о этих двух законопроектах, которые вызвали такой общественный резонанс, мы и ранее заявляли свою позицию о том, что законопроект о НКО необходимо доработать в другой редакции. И также это относится и к закону СМИ. Потому что там есть некоторые нормы, которые расплывчатые, они не конкретизированы. И это, конечно, приведет к негативным последствиям. Поэтому мы считаем, что некоторые нормы необходимо обязательно доработать с учетом всех предложений, которые поступили. Одной из основных причин, конечно же, это скандальная статья 200 прим. 1. По поводу позиции, что эта статья нам не нужна, мы одинаково выразили свое мнение как и Генеральная прокуратура, так и Верховный суд. Потому что уголовная ответственность до 10 лет, конечно, это многовато. И я считаю, что 10 лет это тяжкие преступления. И необходимо эту статью исключить. Закон о некоммерческих организациях прошел первое чтение. Но, как мы все знаем, первое чтение – это принятие лишь концепции. И инициаторы, конечно же, сказали о том, что ко второму чтению, с учетом всех тех предложений и замечаний, которые были высказаны различными группами, органами и гражданским обществом, конечно, они будут учтены. И мы очень надеемся, что эти замечания будут учтены, в том числе и наши. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова